Экономика США неизбежно впадет в рецессию в течение ближайших 12 месяцев, говорится в новом прогнозе Bloomberg Economics. Это связано с устойчиво высокой инфляцией впервые за 40 лет, ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и растущей геополитической напряженностью. Новый прогноз опубликован спустя неделю после того, как президент США Джо Байден сказал, что рецессия в американской экономике маловероятна. Предыдущий прогноз Bloomberg оценивал вероятность рецессии в 65%. Модель, использованная экономистами для создания прогноза, включает 13 макроэкономических и финансовых индикаторов для оценки перспектив спада в экономике в период от одного месяца до двух лет. Опасения масштабной рецессии усилились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки по Федеральным фондам в условиях высоких потребительских цен. Инвесторы полагают, что Федрезерв может слишком сильно ужесточить монетарную политику в ответ на динамику инфляции, что введет экономику США в затяжную рецессию. ФРС повышала ставку на 75 базисных пунктов на каждом из трех прошедших заседаний. При этом эксперты ждут от регулятора еще одного масштабного повышения на ноябрьском заседании. Кыргызстан предлагает разместить миротворцев ОДКБ на границе с Таджикистаном. Об этом заявил министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов на встрече с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Станиславом Зайсим, сообщает Интерфакс Азербайджан. Пока между нами не встанет ретейский судья, мира не будет. Я предлагал для урегулирования конфликта выставить маленький контингент ОДКБ на наших спорных участках, который решит несколько задач. Контроль за прекращением огня и отвод тяжелой техники от госграницы. Дальше можно решать политическую задачу демаркации границ, сообщил Бекболотов. Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии. Председатель госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчебек Ташиев сообщил 25 сентября, что комитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта, согласно которому стороны договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на госгранице. Казахстан будет экспортировать зерно в Грецию и импортировать из этой страны оливковое масло. Соответствующее письмо подписали министры сельского хозяйства двух стран. Ербол Карашукеев и Георгис Гергантас на площадке казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям, пишет Forbes Казахстан. Ербол Карашукеев отметил, что стабильные урожаи и высокие качественные характеристики отечественной пшеницы способствовали позиционированию Казахстана в качестве одного из ведущих мировых экспортеров муки и зерна. Мы также готовы проработать поставки продукции мукомольной и крупиной промышленности, мяса, растительных масел и других видов переработанной и органической продукции. Надеюсь, что подписание данного документа даст дополнительный импульс для развития сотрудничества между нашими странами в сфере АПК, сказал глава казахстанского минсельхоза. Он также предложил греческим инвесторам реализовать в Казахстане проекты по переработке сельскохозяйственного сырья, в том числе мяса и молока, картофеля, сахарной свеклы, масличных культур и фруктов. Археологи нашли место погребения святого Николая, весьма почитаемого среди православных христиан и известного в западной масс-культуре, как Санта-Клаус пишет Daily Mail. В Турции нашли остатки древней церкви, которая в средние века была затоплена из-за повышения уровня Средиземного моря. И только недавно археологи обнаружили мозаику и каменный пол предыдущего святилища, находившиеся под тем, что стоит сегодня. Ученые выяснили, церковь была построена на фундаменте древней базилики для защиты гробницы святого. В поддержку открытия утверждается, что святой Николай жил и умер на территории современной Турции. Византийская церковь, построенная на древнем фундаменте, была местом поклонения православных христиан между V и VII веками и окружена статуями святого Николая. Она также была добавлена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1982 году. Святой Николай, известный своими дарами и благотворительностью по отношению к бедным, родился в деревне Потара в семье богатых родителей, которые умерли во время эпидемии и оставили сыну большое состояние. Будучи благочестивым христианином, святой Николай следовал учению Иисуса о том, что нужно продать все мирское имущество и раздать бедным, что он и сделал. Записи показывают, что святой Николай был похоронен в церкви, построенном в честь его имени. Однако точное местонахождение его тела всегда оставалось загадкой. Теперь исследователи предполагают, что в 343 году нашей эры святой Николай был похоронен в церкви в Демре, где он пролежал нетронутым до 11 века.